Доброе утро! Красноярск! Вот такой вот здесь удобный уже не багажник, а комод! Ой, чуть не споткнулась. Ой, вот такая вот красота! Вы только посмотрите, какой вместительный! Давайте Александр еще раз покажет. Вот, ну я не знаю, тут, наверное, поместится весь мой гардероб. Что это за машина? Александр Сидун рядом со мной, автомеханик, сейчас нам расскажет. Ниссан Скайлайн, 33-й кузов. Из него мы сделали комод. Был для вещей, он стоял дома. Привезли, чтобы нам показать, да? Ну, конечно. Ну, а фары, вот я хочу сказать. Все горит, фары работают, все что угодно. Ну, а кроме того, что можно сделать вот так вот, да, комод только, то вот мне еще говорили, что есть такой вариант, можно еще и с диваном, да, сделать? Да, стоит такой же Ниссан, он будет вместе с комодом и с диваном будет. И колеса у него будут, весь в комплекте будет. А вот смотрите, видите вот эти вот часы? Они тут уже неспроста висят. Это тоже сделал Александр. Давайте покажем, из чего они делаются. Давайте. Это вам не пластмасска какая-то. Я не знаю, ну килограмма два точно есть. Что это? Сцепление. Получается, с коробки между двигателем и коробкой сцепление, чтобы машина ездила. А я это назвала просто диском. Просто диск. И вот это тоже? То же самое, только уже готовое. С блесточками. Какая красота. Это просто, да, вот атрибуты? Да, логотип просто поставили. А вот смотрите, Александр, вот у меня, например, есть старая машина. Я не хочу с ней расставаться, не хочу ее продавать. Но она очень старая, на ней уже ездить нельзя. Можно привезти из ее деталей? Да, конечно, без проблем. И что захотите, мы сделаем вам. Вот, например, да, столик. Да, и стол из двигателя V6. Это с Lexus, Subaru стол стоит и два мерседесовских стола. Ну, мерседесовские, конечно, смотрятся вообще так прямо. Я бы сказала, огонь. Это Мерседес же все-таки. И вот здесь вот еще из диска. Я, конечно, хоть как могу назвать, но вы меня поправляете, потому что все-таки я девочка. Что за диск, какой может диаметр? Диск R18. Его захромировали, поставили стекло. Ну и, в принципе, тут больше ничего не нужно. Ну, скажу, что стол тоже очень прочный, вообще прямо очень красивый, вообще смотрится как надо. Мне кажется, вот в любой интерьер даже впишется, даже если у вас не все заставлено в доме модельками и всяких разных машин. Здесь просто рай для мальчишек. Рай для мальчишек, честное слово. Ну, в принципе, давайте поговорим о ценах, наверное, да, самое интересное для всех. Сколько вот будет стоить, например, вот такой вот стол? Ну, столы начинаются от 20 тысяч, вот этот, например. Вот эти чуть-чуть подороже будут. Ну, чуть-чуть подороже, ну... В два раза. Чуть-чуть. А, вот такой комод? Комод всего 50 тысяч стоит. 50, да? Да. Ну, считай, половина машины, да, старой? Да. Ну, это как бы не старая машина. А, какого года? Этот, наверное, года 98-го какого-нибудь, 2000-го. Ага, 2000-го года. И не жалко было, да, но все-таки вот такая вот красота получилась. Мне кажется, что в любом хозяйстве пригодится, да? И причем вот... Дома он больше простоит, чем он будет ездить. А, вот когда же, видите? Можно даже делать с колесами. А здесь вот просто деревянный каркас стоит снизу, как рассказал Александр. Александр, ну, друзья, в принципе, мы закругляемся, у нас на этом все. Вот такая вот красота есть у нас в городе, совсем недавно появилась. Студия, каково ваше впечатление? Вам слово. Спасибо, Артем.